привет друзья меня зовут геннадий я профессиональный декоратор и это выпуск под названием за копейки за копейки это значит что сегодня я буду использовать самые бюджетные материалы и при этом мы добьемся офигительного качества и супер стильного внешнего вида сегодня будет у нас дешевая работа сегодня будет у нас мега стильная работа сегодня будет у нас декоративный кирпич из декоративной штукатурки извините за тавтологию и при этом она не требует абсолютно никакой подготовки то есть можно сразу же просто вот вы вам сдали квартиру у вас там условно бетонные стены да какие угодно стены сразу же можно без абсолютно любой подготовки сразу же делать эту отделку вы сэкономите это стоит реально дешево и это будет смотреться мега круто так что ролик очень интересно рекомендую к просмотру от начала и до конца ну что ж начинаем наш мастер-класс винтажный лофт кирпич за копейки будем посмотреть погнали ну что ребят начинаем вот специально для сегодняшнего мастер-класса я просто оставил вот этот арт-бетон который у нас был исполнил на предыдущем мастер-классе соответственно у нас здесь абсолютно нифига неровная поверхность сейчас мы будем с ней работать ребят я знаю что на просторах интернета нас ю тубе непосредственно куча видео о всяких там декоративных кирпичах из штукатурки но я хочу чтобы именно это видео поставила точку на всех этих видосах потому что я считаю это самый оптимальный способ для тех у кого низкий бюджет при ремонте и самый эффективный и при этом я вам гарантирую ребят стилек будет на все 100 а теперь давайте грунтовать ничего нового я здесь не придумываю беру обычный кварц грунт так как это у нас супер бюджетный проект то я использую вот такой вот адгезионная грунтовка vgt самая дешевая в принципе из доступных практически всем там во многих строительных продается там допустим в петрович и в питере есть еще много где в общем загуглите vgt прям много где есть ребят наношу я вот такой широкой кистью флейцем потому что ну мне так удобнее можно носить абсолютно точно валиком любым со средним ворсом с большим ворсом но дело в том то что вы имейте ввиду что от валика будет прям очень много брызг ну вот и все друзья первый слой грунтовки мы нанесли теперь оставляем эту поверхность до полного высыхания это примерно 2-3 часа ждем высыхания так ребят сейчас у нас будет самая ответственная и можно сказать геморройная часть это обклейка под кирпичи но я вам сейчас расскажу такие нюансики и фишечки чтобы вам можно было это сделать максимально быстро и удобно то есть на самом деле никаких сильно крутых заморочек в этом нет для обклейки на кирпичи я использую вот такой скотч в моем случае это фирма фолсон в вашем случае может быть абсолютно любая фирма главное чтобы ширина его была не шире чем два сантиметра в принципе двухсантиметровый скотч сейчас сейчас продается практически в любом строительном магазине смотрите с чего нам стоит начать во первых кажется всегда то что ой обклейка под кирпичи это же под каждый кирпич нужно обклеить сейчас я вам объясню почему нужно делать это на глаз то есть нам нужно сделать только один ряд четко остальное все мы делаем на глаз в общем смотрите перед тем как мы делаем финишную отделку на стене потолок уже должен быть полностью готов единственное исключение если это натяжной потолок его можно поставить уже после хорошенько прижимаем вот собственно говоря я залепил первую ленту первый наш шов теперь мы начинаем разметку все что нам нужно сделать это разметить каждый кирпич длиной 30 сантиметров высотой 10 сантиметров вообще кирпичи обычно более маленького размера но чтобы вы не уставали так сильно много кирпичей размечать на объеме я их как бы чуть-чуть увеличил но при этом визуально никакого негативные негативного эффекта вы не ощутите потому что кирпичи в принципе бывает разного не бывает вообще старинные кирпичи которые достаточно больших размеров до гораздо больше размеров чем обычный декоративный кирпич в общем длина 30 высота 10 сейчас мы просто должны первое что мы должны сделать это просто разметить наши горизонтальные полосочки то есть берем отмечаем 10 сантиметров плюс два сантиметра под скотч я сразу же отмечаю мне так удобнее и так все горизонтальными полосочками размечают точно так же вы работаете на стене размечаете горизонтальными полосочками чтобы сильно много отметок не делать просто запомните что нужно сделать вот так вот вы на ширину рук скотч распрямляете и примерно вот эта ширина рук она и будет являться той отметкой между каждой рисочке до которую вы будете помечать карандашом там или ручкой чтобы не было их слишком много то есть сразу же на ширину рук потому что скотч можно тянуть от одной до другой отметки абсолютно без косяков вы когда его растяните он как бы сам максимально выровняется плюс эта техника она не требует для вас ювелирной обклейки да тут всегда есть какие-то допуски плюс-минус туда пару миллиметров вообще ничего не будет видно теперь обклеиваем так ребята все горизонтали я отклеил и теперь то о чем я говорил то есть нам сейчас нужно отметить деление на кирпичей только верхний ряд остальное делается на глаз вот мы отмечаем сразу же но я отмечаем 30 плюс 2 под скотч сразу же и вот от этих отметок теперь делаю вертикальные полосы которые разделяют у нас все на кирпичики также ребята в этой технике вы будете клеить много скотча поэтому нужно чтобы у вас в комнате обязательно была стабильная температура и не должно быть холодно иначе скотч будет отпадать тем более если у вас будет какой-то сквозняк этого нельзя допускать иначе скотч будет просто-напросто отваливаться вот начиная с верхнего ряда беру центр на глаз верхнего кирпича и на нижний переношу вот эту перемычку никаких разметок тут не нужно ребят вот так быстро просто и работаем и соответственно со следующим рядом рядом мы делаем то же самое да где у верхнего центр мы примерно на глаз лет не перемычку друзья чтобы нашу кладку немножко разнообразить она получалась более интересная рекомендую каждый четвертый ряд делать как бы квадратиками ребят после того как все обклеена нам осталось нанести штукатурку в этом проекте как и во многих других вот такую штукатурку я использую это тоже вега теха дело не в том что она какая-то супер крутая просто реально она стоит дешево смотрите мы сейчас просто игнорируя все просто полностью даем слой примерно 2 миллиметра то есть не миллиметр не наздир то есть слой должен быть обязательно не обязательно чтобы он был прям супер большой на 2 миллиметра ребят по любому вам нужно положить просто я кладу единым полотном игнорирую весь скотч единственное что учтите ребят что у вас в уголках язычки должны оставаться то есть так точно так же когда вы обклеиваете на стене все эти язычки с краев с краев углов должны торчать чтобы вам было потом за что дергать только так вы сможете его эффективно снять после того как мы нанесем всю штукатурку просто берем просто наносим ребят этот материал он может быть слегка залежалый то есть перед тем как работать этой штукатуркой обязательно взбейте ее хорошенько миксером если она будет еще суховато тут просто добавьте туда стакан воды ну или два стакана ну вот и еще раз все перемешайте и возвращаем пластичность материалу друзья на этом этапе фактуры уйдет но достаточно большое количество потому что расход здесь примерно 2 килограмма на квадратный метр ребят не парьтесь за то что это слой не будет у вас идеально разложен то есть вот такие всякие перепады они не то чтобы допустимо они у вас будут как ни крути главное чтоб не было каких-то длинных длинных прям полосочек вот они нежелательны когда будет вот этот перепад прям на всю ширину это будет плохо ну и все ребят на этом этапе мы прямо по сырому снимаем скотч за язычок с краю дергаем и он полностью у нас такой паутиной сползает вот так собственно говоря получилось ребят пока фактуры сырая можно вот какие-то такие косяки да вот где откровенные колючки какие-то вот такие наплывчики их можно сразу же сгладить кельмой нам просто так будет в последующем легче работать потому что это придется вышкуривать а так мы сразу же это по сырому подбираем какие-то прям супер грубые места только не нужно по каждому кирпичу проходиться нужно только точечно поработать вот например здесь тоже какие-то колючки от скотча до появились вот так ну и все ребят оставляем до высыхания на день и завтра приступим к лессировочке очень интересный процесс потому что мы будем делать цвет этому кирпичу и еще будем потом играется с фактурой итак ребят вот уже на следующий день снимаем все кирпичики высохли теперь нужно вот эту всю бахрому все то что у нас выпирает по периметру кирпичиков и все то что у нас здесь есть лишнее нужно подшкурить приступаем к тонировке нашего кирпича кстати то что я клал прошлый слой кельмой не обязательно что вам нужна кельма ребят так как это никакой не декоративный просто ровный слой вы можете положить его любым малярным шипателем в общем для тонировки используем кисть у меня вот такая испанка но любая кисть опять же подойдет я специально взял вот такую обычную посудомоечную губку до которые есть вообще на каждой кухне но вот есть при помощи этого мы будем делать лессировку выбрал самый дешевый материал который только возможен это вот такой текуриловский акриловый лак хорошим тем то что он достаточно густой и он подходит в принципе для процесса лессирования то есть полукроющего покрытия нашего кирпича я использую вот такой вот черный колер это текс обычным везде он тоже продается и вот такой колер текс охара вот у меня идет один колпачок черного вот такой цвет у нас получается все ребят добавил еще чуть охры у нас получается что один к одному получился один черный и один охры все отлично теперь можно наносить не обращайте сильно внимания на то что цвет такой темный потому что это лессирующее покрытие на полукроющая сейчас мы его будем растягивать и как бы цвет будет со счет этого светлее тем не менее я вот этот цвет сейчас еще разбавлю на 30 процентов водой после чего можно наносить так ну все ребят теперь просто наносим просто вот так вот он достаточно жидкий потому что водички добавили слегка еще растираем губкой губкой так ребята какую-то часть я уже нанес сейчас покажу какую фишку можно и уже делать с тем что нанесено мы берем пулевизатор с водичкой и берем выборочные кирпичи и вот я допустим опрыскал один из выборочных кирпичей беру уже смоченную губку но не то что в материале это новая другая то есть чистое и прохожусь вот по этому смоченному кирпичу вот таким образом и у нас получается между ними разная тональность то есть этот у нас получается гораздо светлее остальных вот такой эффект мы делаем местами то есть выборочно там через один через два там где-то чуть посветлее здесь где-то чуть посветлее сделали в принципе мы не колеруем никакого дополнительного цвета при помощи вот такого размачивания элементарно можем играться с этой фактурой так чтобы она в итоге смотрелась гораздо интереснее также ребят чтобы вам было удобнее работать подготовьте сразу же ведерко с водой в которой вы сможете макать эту губку которую вы очищаете высветливаете боя некоторые кирпичи что можно было ее макнуть водичку отжать и она была вновь чистой и продолжать дальше работать без какого-то геморроя чтобы вам не бегать туда-сюда потому что мыть губку вам все равно по-любому придется так друзья вот так выглядит кирпичики на этом этапе это еще не все сейчас мы их приведем к общему знаменателю и все станет гораздо интереснее но обратите внимание на то что же между ними есть интересный разнотон но пока что это смотрится незаконченная работа и грязная работа итак ребят нашли сервис число и высох теперь нам нужно это все дело объединить единым стилистическим решением которое придаст нашей фактуре большую вид винтажность больше натуральности выраженность самих кирпичей для этого я использую вот такую кисточку в принципе любую кисточку у меня это испанка у вас может быть кисточка с ручкой главное чтобы она была небольшой ширины и достаточно длинная так вам будет работать удобно для этого слоя я опять же использую то что у нас шло в качестве фактуры вгт фактурная штукатурка только в этот раз я разбавил материал на 15 процентов водой хорошенько перемешал он теперь более жидкие более податливы это важно ребят для этой техники собственно говоря мы сейчас будем торцевать материал по швам то есть вот так я беру материал разбавленную фактуру и вот так прохожусь отторцовывая его по швам штукатурки то есть я должен пройтись по всем вот этим примыканием при этом я оставляю фактуру в шве и сейчас я еще покажу то что нужно залезать на эти кирпичи тоже местами их делать более винтажными то есть я прямо кисточкой беру и их вот так вот местами подкрашиваю где-то чуть сильнее где-то чуть меньше где-то больше материала я добавляю но в целом нам нужно создать такой винтажные застаренный вид и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok